здравствуйте дорогие друзья мы уже рассказывали о раскопках на крестовоздвиженской площади города тулы когда были обнаружены погреба старых торговых рядов а также массовое захоронение теперь открываются новые исторические пласты в черниковском переулке улицы города тулы как известно начинались от кремля их пересекали меньше улицы и переулки иные были безымянными название других давно позабылись параллельно улице металлистов расположен один из первых переулков города черниковский свое название он получил по фамилии тульских купцов черниковых старое название покровский переулок по названию церкви еще улицу называли коробковская согласно социальной истории в 1715 году на месте раскопок был основан чугунно-плавильный завод братьев черниковых просуществовавший до 20-х годов 19 века по другим официальным данным до 70-х годов 19 века этот завод имел местное значение однако колокола отливавшиеся на этом заводе находились бы далеко за пределами тульской губернии так в 1819 году здесь выполнялся заказ на изготовление двухсотпудового то есть 3200 килограмм колокола для города пронска рязанской губернии и вот стену или фундамент одного из зданий предприятия черниковых вы видите сейчас на экране это уникальные кадры сделаны моими друзьями ни в одном сми этих кадров больше нет и не будет так как это место с фундаментом уже засыпали обратно вы видите то что вижу я снизу черный грунт а сверху глина в перемешку с битым кирпичом в грунте что поднят из ямы очень много древесной щепы археологи стоят как раз на том самом фундаменте одного из зданий завода черниковых при этом глубина составляет два человеческих роста то есть около 3 метров впечатляет обилие древесины самих деревянных конструкций не очень много а вот обломков предостаточно ведь дерево не будет вечно лежать в сырой земле а мы видим вода на дне ямы значит грунтовые воды близко не всякое дерево пролежит в таких условиях даже 200 лет но по рассказам на месте этого дома было торфяное болото отсюда и вода на дне ямы обратите внимание на кирпичную кладку которая опускается вниз без разрывов и изломов это внешняя стена соседнего здания так как для фундамента использовался камень и его прекрасно видно внизу этой кладки причем фундаментный камень находится как раз на одном уровне с черным грунтом то есть это грунт того времени уровень грунта как раз именно того самого времени как я уже сказал этот раскоп уже закопали обратно рядом есть еще один раскоп этот пока планируют копать дальше так как тут нашли фундамент каменный и на нем бревна на глубине 3 метра и непонятную кирпичную кладку похожую на обрушившуюся печь или саркофаг как на крестовоздвиженской площади и слой черного грунта большой а сверху начинается толстый культурный слой состоящий смеси дробленного кирпича глины и древесной щепы территориально раскоп расположены так все находки были в серой траншеи справа вниз это у йоги там нашли черный грунт и кладку стены дома слева и вверх там нашли столбы и камни под ними а в серой почти по центру нашли деревянный пол и под грунтом под этим полом монетки чешуйки а в красной траншеи пустота ничего там нет судя по глубине залегания деревянного пола это уже что-то позднее у грунта под досками очень странный цвет слишком коричневый это даже не цвет длинный а скорее цвет ржавчины однако под этими досками кроме грунта с дробленным в пыль кирпичом немного глубже оказались деревянные конструкции и медные монеты чешуйки надписи на монетах выполнены явно русскими буквами однако прочитать слова невозможно такое ощущение что это более крупные монеты порезанные на части с обратной стороны монет находится рисунок на котором изображено что-то крылатое или похоже на пирамиду смотря под каким углом смотреть в настоящее время можно увидеть реконструированный дом купчихи анны семеновны черниковой в котором она проживала в 1799 году это здание черниковский переулок дом 4 дом номер восемь принадлежал ивану черникову затем его детям никите и федору напротив дома черниковой под номером один находится пятый корпус тульского педагогического института это бывшее здание института благородных девиц и она очень старая так как внутренние своды такие же как в плавском храме о котором я рассказывал в одном из своих предыдущих фильмов и вот в этом здании института благородных девиц имеется полноценный подвальный этаж с высокими арочными потолками в годы великой отечественной войны на этом этаже был морг причем снаружи здание института также имеет отделку из белого камня внизу стены как и в плавске повторюсь это не фундамент а всего лишь декор о том что это здание засыпано можно судить по откопанному на глубине три метра фундаменту здания завода черниковых и потому что у нас все-таки равнинная местность и не может быть резких перепадов высоты в 3 метра на дистанции в 30 метров то есть уровень грунта везде примерно одинаковый и стало быть глубина залегания фундамента тоже деревянный дом под номером 6 снесли и именно на его месте и проходят раскопки согласно официальным документам этот дом постройки 1925 года стоял на фундаменте из дубовых свай и похоже что эти сваи и откопали хочу заметить что все находки носят бытовой характер никак не относящийся к заводам это керамическая да именно керамической несмотря на то что выглядит как из металла курительная трубка керамическая игрушка мелкие монеты и печать из стекла ничего что как-то могло быть связано с металлургическим производством не нашли печать особенно интересно тем что это аналог сургучной печати которые обычно ставились на письма или посылки еще в советское время если кто помнит так вот это именно сам оттиск который получается на письме или посылке а не клише которым его делают понять это можно по символу z который мы видим в правильном отображении а не в зеркальном как должно было бы быть на клише так вот примечательна эта печать тем что она выполнена из стекла а не из сургуча что само по себе уже нонсенс на печати вина корона значит это имеет отношение к двору императора такие печати сложны в изготовлении и чрезвычайно трудоемки поэтому их ставили только на посланиях исключительно сверх высокой важности даже указы императора в том числе и об отмене крепостного права были скреплены печатью из сургуча присутствие стеклянной печати говорит о чем-то сверх выдающимся о документе или событии имевшим значение секретность или важность уровня государства то что эта печать надломлена говорит о том что послание было прочитано что было в том послании теперь можно только гадать и удивляться как послание такого уровня и важности оказалось на территории металлургического завода местного значения следующей загадкой являются колокола которые отливались на этом заводе запрос по ключевым словам колокола и колокола черниковых в разном склонении фамилии выдает примерно одно и то же только в разной последовательности то есть ни гугл ни яндекс не знают таких купцов отливавших колокола поиск только по фамилии выдавал каких-то современных рок-музыкантов явно не имеющих к нашей теме никакого отношения итак фотографий колоколов что отливались на заводе черниковых нет возможно мы плохо искали если кто-то найдет дайте пожалуйста в комментариях ссылку однако достоверно известно о трех фактах изготовления колоколов на заводе черниковых первый факт колокола для колокольни храма всех святых города тулы который расположен на всех святском кладбище фильм про это кладбище уже есть на канале если кому будет интересно то ссылочка появится сейчас в правом верхнем углу экрана согласно официальной истории колокольню для всесвятского храма построили на 60 лет позже самого храма цитата главный атрибут колокольни звучные колокола взялся бесплатно отлить тульский купец никита иванович черников владелец единственный тогда в городе колокольной фабрики обязуюсь использовать лучшую штуковую медь и прутовое олово конец цитаты самые маленькие колокола имели вес 3 пуда 20 фунтов и 2 пуда 21 фунт то есть более 48 и 32 килограмм соответственно согласно документам именно эти два маленьких колокола украли с колокольни в ночь перед ее освещением в 1859 году так что никита черников отливал их снова кстати о меди европейской части россии того времени медных рудников нет медь везли из сибири и это по официальным данным второй факт 30 июля того же 1859 года никита черников отлил колокол для успенской церкви города тулы весом в 218 пудов то есть это 3488 килограмм о чем было написано на этом самом большом из семи колоколов кстати в туле две успенские церкви и для какой именно черников отливал колокола неясно рискну предположить что речь идет о успенском соборе тульского кремля так как он имеет колокольню а успенский кафедральный собор тулы колокольни не имеет и до 1917 года он был монастырский тут нужно уточнить первый находится на территории кремля второй возле кремля причем колокольню успенского собора который в кремле снесли советское время а построили заново только к 2015 году и ни одной фотографии или рисунков колоколов для успенской церкви нет есть только вот это описание третий факт это 200 пудовый то есть 3200 килограмм колокол для города пронска рязанской губернии если зайти с этой стороны то открывается еще более интересная картина оказывается это вовсе не город а поселок городского типа статуса города он лишился в 1926 году но не это главное в пронске есть три церкви и один монастырь для какой именно церкви отливались колокола официальные источники умалчивают по годам отливки подходит монастырь и церкви ссылки на описание пронска и монастыря будут в описании под фильмом про монастырь доподлинно неизвестно кто его основал и когда если смотреть на фотографии пронска то видно красивейшие места необычайной формы холмы и ни одной крупной колокольни куда вешались отлитые в туле в 1819 году колокола весом 3200 килограмм непонятно возможно колокольню снесли в советский период так как отчаянная борьба с религией после революции 1917 года выливалась в большинстве своем снос колоколин а не храмов так или иначе следы тульских колоколов теряются нет ни их описаний не вообще никаких фотографий или даже рисунков колоколов черниковых что самое интересное нет фотографий даже из завода по отливке колоколов этого завода нет даже на открытках или фотографиях сделанных вскользь более того на картах их завод также не значится есть упоминание о некой карте 1787 года на которой якобы этот завод обозначен но найти этой карты за этот год не получилось а на всех других картах более ранних или более поздних завода черниковых просто нет есть одна карта за 1871 год но на этом месте обозначен пустырь тут хочу заметить что для размещения завода для плавки металла там очень мало места изучая материалы по этому вопросу мы обратили внимание что в целом по россии многие купеческие фамилии занимались именно колокольным делом а до него имели иные промыслы занявшись литьем колоколов они указывали не год основания колокольного завода а год основания семейной фирмы также неясна дата окончания деятельности завода черниковых по одним официальным данным завод действовал до 20-х годов 19 века по другим тоже официальным данным до 70-х годов того же 19 века то есть когда по официальной версии истории во всей стране начинается бум строительства церквей и храмов вторая половина 19 века для которых требуется колокола черниковы сворачивают производство хотя еще на выставке в санкт-петербурге в 1861 году никита черников получил печатный отзыв за свою продукцию и только в 1864 году было продано 800 колоколов и колокольцев весом от 2 фунтов до 100 пудов еще один интересный момент по официальным данным в 1834 году было два крупных пожара в туле красным обозначено направление распространения огня в июньском пожаре синим в сентябрьском этими пожарами было уничтожено все в районе их распространения и пожары даже перекинулись через реку и в июньском пожаре выгорела значительная часть зареченского района оружейный завод находящийся на острове сгорел полностью и на его восстановление ушло несколько лет но завод черникова согласно официальным данным был восстановлен уже в 1835 году и там даже было отлито 420 колоколов следующее что бросается в глаза расположение завода по производству колоколов согласно официальным данным мы имеем три места положения этого предприятия первое непосредственно в черниковском переулке там где сейчас идут раскопки второе согласно плана 1787 года завод располагался достаточно близко местоположению сохранившихся до наших дней дома по адресу улица тургеневская 14 повторюсь этого плана нигде в открытом доступе найти не удалось но многие официальные данные ссылаются именно на него и и третье место это в 1839 году принадлежащий черниковом в туле чугуноплавильный завод находился на белобородовской улице около скотобоин казалось бы что тут странного там производство чугуна а там производство колоколов из меди и олова но согласно тем же официальным данным на заводе в черниковском переулке плавили также и чугун но не это самое странное самое странное то что белобородовской улицы в туле нет и никогда не было было белобородовская мыза но согласно таблице переименований соответствие старым и новым названием улиц для белобородовской мызы нового названия нет вообще то есть в наше время такой улице нет в принципе возникает вопрос зачем черниковом заводы в разных частях города черниковы купцы и уж они то не могли не знать что собрав все производственные мощности в одном месте себестоимость продукции снизилась бы а ее количество возросло на колокольном заводе никита черникова кроме колоколов изготавливались самовары до 5000 год кофейники рукомойники тазы и ажурные декоративные решетки с фонарями в 1851 году никите черникову было получено изготовление гербовых орлов для столбов московской заставы что находится в заречье города тулы очень много вопросов до сих пор остаются без ответа в каких именно местах на самом деле стояли заводы черниковых и почему они располагались на разных улицах как получилось что не были никем сфотографированы места расположения заводов непосредственно или скользь или сам процесс отливки и ведь так и не удалось увидеть хотя бы один образец изготовленных изделий не в книгах не в интернете нет ни рисунков не фотографий а теперь друзья мои давайте подведем итог колокольный завод черниковых периодически упоминается официальных документах в разные годы в разных местах но по странному стечению обстоятельств почти ни одного сооружения для которых черниковы изготавливали свою продукцию не сохранилась как и самой их продукции колокольни и столбы были снесены в советское время для наших дней выставила только колокольня храма всех святых на всесхиасском кладбище города тулы при всем при этом переулок стал называться черниковским в 1922 году то есть их творение уничтожили а улицу их именем назвали друзья предлагаю вам подумать и написать в комментариях почему советское уже время улицу назвали по фамилии купцов 19 века ведь после революции переименовывали только фамилии помощников революции вряд ли революционерам колокола нужны были вся эта история это одна большая загадка друзья мои давайте попробуем разобраться в ней вместе если у вас есть какая-либо информация даже косвенная по данному вопросу прошу поделиться и в комментариях хочу выразить особую признательность друзьям за предоставленные фото и видеоматериалы с раскопок сбор и анализ информации а также неоценимую помощь в подготовке фильма и поддержку на сегодня у меня все впереди вас ждет еще много интересного благодарю за внимание всего вам доброго до свидания